Всем привет! Легендарный автомобиль Аудио 80 B4 с двигателем 2.0 бензин тип А, Б, Т. Будем менять комплект ремня ГРМ. Вот такой вот стоит двигатель, простой двухлитровый, восьмиклапанный, 4 цилиндров. Так, с чего начнем? Первое, что нужно сделать, это снять вот эту вот резиночку и отсоединить наш вентилятор вместе с креплением. Снимаем вот эту вот резинку, вот такая вот, ложим подальше, так, и откручиваем вот эти вот три болтика. Один, второй, третий. Откручиваются они, болтики на 10, головка на 10 скручивается с другой стороны. Так, планочку сняли, снимаем разъем с самого вентилятора, отгибаем усик снизу, где у нас провод держится, провод отводим в сторонку. И аккуратным движением наш этот весь корпус с вентилятором поднимаем вверх. Ложим его в сторонку. Сразу снимаем защитный кожух ремня ГРМ, какая мы тут наверху, просто достаем его вверх. Так, сейчас наша задача снять ремни с их гидроусилителя и генератора. Чтобы снять ремень гидроусилителя, необходимо ослабить три болта. Первый болт, это ось поворота гидроусилителя, вот этот, вот этот вот с двух сторон. Снизу самый нижний болт крепления, вот он. И болт регулировочный, вот который мы поджимаем. Я их уже ослабил, и наш генератор, ой, наш гидроусилитель спокойно вращается. Снимаем его, сдвигаем и ремень снимаем. Затем необходимо снять ремень привода генератора. Для того, чтобы это сделать, нужно ослабить болтик на 13, регулировочный, вот этот. И вот там вот внутри есть болтик, который идет через всю ось поворота генератора. Там у нас шестигранник, по-моему, на 6. Когда болтики ослабили, берем ключ на 22 и, вращая ключ против часовой стрелки, отводим наш генератор по часовой, вправо. Вот, ремень расслабляется и его снимаем. Когда ремень снят, сразу можно проверить, какие, как у нас состояние подшипников генератора. Просто берем и вращаем наш шкив. Вот тут я вращаю и слышу дикие звуки. Ну и небольшой люфт. С подшипником генератора уже пора меняться. Выставляем верхнюю мертвую точку. Для этого нам понадобится вот такая вот специальная головка, 12-гранная. И лучше всего, чтобы она была длинная. Шкив коленвала у нас крепится именно таким вот болтом по такую вот головку. Вот. Вращаем коленвал до тех пор, пока на шкиве коленвала, на шкиве распредвала не совпадут метки. Вот на крышке пластиковой есть вот такая стрелочка с метками ОТ. И на самом шкиву, буквочка О и Т, и вот такая вот линия, рисочка. Эта рисочка должна совпасть ровненько с этой вот стрелочкой. То есть посерединке между буквой О и буквой Т. Это у нас распредвал. Идем коленвал. На коленвалу у нас есть крышечка. Вот. По самому шкиву есть меточка тоненькая маленькая. Вот. И стрелочка. Вот. Вот они тоже должны совпасть. Коленвал. Потом еще коленвал смотрим в окошке. В окошке коробки передач. В окошке коробки передач мы видим зубья маховика. И видим там нолик. Вот этот вот нолик должен наполовину выступать. Затем убеждаемся, что поршень у нас стоит в верхней мертвой точке. Выкрутили свечу первого цилиндра. Поршень стоит сверху, видно. И распределитель зажигания идет на первый цилиндр. Затем, удерживая наш болт коленвала с этим вот головкой 12-гранной на 19, откручиваем шестигранником болты и снимаем вот эти вот два шкива. Вот шкивы. Обращаю внимание, что шкив на гидроусилитель он демпферный. То есть внутри резинкой. Бывает так, что резинка расслаивается и внутренняя часть начинает болтаться здесь наружной части. Поэтому смотрите внимательно, если есть люфт между утренней частью и наружной, его надо поменять. Шкив на генератор он металлический. С ним ничего не будет. Пока снимали шкивы, скорее всего метки ушли. Поэтому еще раз возвращаем все метки на место. Вот распредвал, коленвал, вот трамплер. И снимаем нижнюю защиту ремня ГРМ. Вот болты крепления защиты. На 10. Гаечка на 10. Болт на 13. Шестигранник на 5 внутри, обращаю внимание. И шестигранник на 5. Сейчас давайте разберемся с этой большой дополнительной шестерней. Зачем это надо? Вот эта шестерня, вот эта вот, она является приводом для вращения нашего бегунка. Вот, то есть для зажигания. Как его правильно выставить, как проверить? Вот, если мы поставим обратно на место наш шкив маховика, то на шкиве зажигания есть точка. Вот, я сейчас на нее показываю. Я выделил белым маркером. И эта точка должна быть как раз на границе нашего шкива-коренвала. Вот, и на корпусе трамплера есть меточка. И серединка бегунка должна быть ровненько по этой метке. У нас чуть-чуть смещение стоит, но видимо так просто отрегулировано зажигание. Поэтому я так все и оставлю. Просто пометьте, как оно все стояло, чтобы вы видели. Чтобы потом зажигание не переделывать. Для себя я поставил дополнительную метку, чтобы потом не ошибиться. Вот, тут ко мне прилетел гость. Шестигранником, в моем случае на 45, откручиваем болт крепления вот этой вот скобы. И отводим скобу полностью вниз в сторону. Откручиваем гаечку на 10, крепящую ролик. Снимаем ролик и ремень. Не забываем про шапочку, которая стояла под гаечкой на 10. Так, ремень сняли и сейчас проводим осмотр. Что мы видим насчет масла. Сальник распредвала, у нас видно, за шестерней идеально сухой. Тут без проблем. Вот, а вот тут вот видно маслице, где-то потекает. И сразу видно, что сальник вот этого вот шестерни, которая вращает бегунок, за ней все в масле. И оно стекает вниз. И судя по всему, еще добавляет к этому делу еще сальник коленвала. Поэтому придется мне еще открутить вот эту вот шестерню бегунка и шестерню коленвала. Используя вот такое вот приспособление, я фиксирую шкив и откручиваю гайку центральную на 19. Шкив у нас сидел на шпонке. Как можно видеть, вот на шпоночке. Поэтому тут потом не ошибиться. Главное, пометить, как он стоял и поставить его обратно. Вот, шкив снял. Сейчас вообще хорошо видно, что, конечно же, да, за шкивом уже все в маслице. Конечно, еще не сильно смертельно, но уже не здорово. Поэтому сальник лучше поменять. Как открутить и снять шкив коленвала? Так, тут обычная головка 12-гранная на шкив, на болт крепления шкива одевается. Фиксируем отверткой в отверстии, которое у нас в коробке. В корзине сцепления нашей, вот. Вставляем длинную отвертку мощную, держим, опираемся в зуб и откручиваем гайку. Шкив также на шпонке стоит, но которая несъемная. И вот, что творится у нас под шкивом. Видно, что тут текло уже очень давно, довольно-таки неслабо. Будем менять сальник промежуточного вала. Я уже достал отвертку, он легко подделся и снялся. Но тут есть один нюанс. Нюанс заключается в том, я же радиатор снял, чтобы было удобнее. Буду все равно менять в том, что вот за этой вот крышечкой находится маленькая резиночка. Ее тоже очень хорошо бы поменять. А тем более, когда я эту крышку сниму, будет гораздо лучше сальник прессовать. Поэтому снимаем вот эту вот защитную крышку, болтика на 13. Раз, два, три. Открутил два болтика на 13, ножиком подковырнул и эту вот вставку достал. Где она стоит сальник промежуточного вала. И вот что мы видим. Вот тут вот находится такая вот резиночка. И именно из-за нее вокруг вот этого фланца начинает течь масло. Поэтому стоит он вообще копейки. Но поменять его обязательно, эту резинку обязательно надо. Вот новые сальники и резиночка. Так, вот эта резиночка на этот вот фланец. Номер 889-512. Вот это сальники. Сальник на коленвал буду менять и сальник на промежуточный вал. По размерам они абсолютно идентичны. Размеры абсолютно одинаковые. Но надо учитывать, что промежуточный вал у нас вращается в другую сторону. И на него он доставит сальник теплоновый. Стоит он раз пять больше. Этот стоит около 3-4 долларов. То этот 7-8. Вот. Отличие какое. Вот тут просто вот резинка. И внутри резинки пружинка. Какое колечко, которое зажимает. Вот. Вот этот вот тефлоновый, который на промежуточный вал. Он у нас без резинки. Он у нас тефлоновый. Но нюанс какой. Во-первых, его нужно ставить специальной вставкой. Так его не поставить. Вот. И второй нюанс. То, что когда его поставили, через машину должна постоять 4 часа. Почему? Потому что мы этот вот сальник, внутреннюю часть его расширяем. Одеваем. И он остается раскрытый. То есть его внутренняя поверхность остается раскрытой. Надо 4-6 часов, чтобы внутренняя часть сальника скрылась, закрылась. Вот. Чтобы он не тек. Тогда все будет хорошо. Сальник в тисках аккуратненько запрессовал. Вот. А вот сейчас посмотрел, в коробочке даже есть инструкция. Как нужно за сальник ставить на место. Вот. Что мы видим. Поверхность очистить. Видимо, это значит. Смазку не использовать. Использовать направку. И ждать минимум 4 часа до старта. Вот. Ну, вот то, что я и говорил. Вот. Один нюанс. То, что в комплекте почему-то оправки не было. Ее надо будет сделать самому. Так. Чтобы сальничек немножко у нас расширился. И легко зашел. Как раз взял головку на 24. Диаметром наружным 32. И вставил сальничек. Вот. И делаем самодельную такую оправку. Учитывая, что все они все равно сделаны из пластика. Я взял пластиковую бутылку. Отрезал. Одеваем на вал. И по этой пластиковой бутылке будем насовывать наш сальничек. Вот. Потом просто его будем доставать. Так вот. Поставил назад наш сальник. И сейчас аккуратненько. Чуть круча. Достаю вот эту вот нашу направлянку. Все. Зажимаем. А сейчас меняем сальник коленвала. Вот его почему-то я ну никак не мог достать изнутри. Поэтому я буду снимать все, если затрут кронштейн. Снимается. Чтобы отнимать нужно открутить болтик по краям на 10. Раз. Два. Снизу здесь 13. Справа самого. И снизу со стороны поддона 3 болтика на 10. Крышка снялась. Вытягивается она вперед. По ходу движения машины. Тут направляющие стоят. Вот. В блоке. И сейчас меняем сальник. И садим на герметик. Поставил сальник в крышку. Нанес герметик. Подождал 15 минут. И ставлю на место. Сальник коленвала поменял. Посадил на герметик. Сейчас пускай обжал полностью по кругу. Сейчас пускай сохнет. Вот. Сейчас будем менять помпу. Помпу менять с одной стороны тогда, когда надо ее менять. Но с другой стороны машина уже проехала более 60 тысяч. Поэтому лучше поменять. Тем более, что вот на валу мы уже видим такие как бы мокрые места. То есть она еще не текет. Но вполне возможно, что скоро уже потекет. А может и не потекет. Ну, лучше поменяем. Для этого откручиваем по периметру болтики на 10. Новая помпа у нас метели. Номер 24-02-79. Помпу поставил на место и зажал. В комплекте помпы еще шла прокладочка. Конечно, можно ставить просто на прокладку кротонную. Которая нет в комплекте. Ну, я, допустим, чтобы избежать неприятных моментов течи, еще ставлю на герметик. Тончайший слой герметика. Вот такой вот герметик. Очень рекомендую. Виктор Рейнс. В баллончике. Конечно, стоит он тоже немало. Наверное, 10-15 долларов. Но, во-первых, удобный. Очень ложись он под давлением. И расходуется он до конца. Вот. И здесь его довольно-таки много. Сколько здесь грамм? 300 грамм, наверное. Нет, 200. 200 миллилитров. Так, поставили шкив коленвала. Усилие зажатия 90 ньютонов плюс 90 градусов. По инструкции еще новый болт. Перед тем, как ставить шкив, который идет на зажигание, ставим вот эту вот металлическую защитку. А затем уже шкив. И при установке шкивов я использую такой вот клей резьбовой, разъемный. 99-25 номер. Новые запчасти. Ремень PowerGrip номер 5308XS. Ролик натяжной SNR GT35705. Но в коробке лежит не SNR, а SKF. Ну, в принципе, то же самое. И терморегулятор натяжения ремня. Только в оригинале Audi Volkswagen. Номер 048109479A. Ставим новый ремень на место. Сначала поставили наш термонатяжитель. Закрутили двумя болтиками на 10. Сверху, снизу. Натяжной ролик. Закрутили гаечкой на 10. Не забывая под гаечку положить шайбочку. Вот, накинули ремень. Накинули ремень. При этом обязательно все наши шкивы должны стоять в наших положениях. Распредвал. Метка ОТ. Ровненько напротив стрелочки. Коленвал. Метка коленвала находится в, смотрим, в окошке коробки передач. Вот этот вот нолик должен наполовину выступать. Если я натяну ремень, то будет только половина нолика. Вот потом посмотрим. Убеждаемся в том, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Сверху он стоит. И шкив промежуточный должен стоять в своем положении. Как его еще раз убедиться, что это он? Во-первых, метка на распределителе. На корпусе распределителя есть также метка. То есть, середина бегунка указывает на метку на распределителе. И плюс на промежуточном шкиве промежуточном у нас есть тоже метка. Если мы накинем шкив на коленвал, то метка на промежуточном шкиве как раз идет по краю нашего шкива на коленвал. Шкива генератора. Есть еще один очень простой способ, как с этими метками ничего не перепутать. Когда вы ремень снимаете, перед тем, как его снимать, выставили все метки в нужном положении. И просто наносите свои меточки маркера. Вот я, допустим, нанес, написал R распредвал. Нанес метку на шкиве, на ремне. Нанес метку на промежуточном шкиве, на ремне. И также там снизу, сюда не видно, нанес метку на, получается, на коленвале и на ремне. Потом эти меточки я переношу на новый ремень. И по меткам выставляю, как он и стоял. Вот, учитывая, что у нас шкивы не сдвигаются, то есть на все шкивах стоят шпонки и шкивы не сдвигаются. Поэтому этот метод тоже имеет право на существование. Затем берем круглогубцы для съема стопорных колец и, вращая ролик против часовой стрелки, натягиваем наш ремень и зажимаем вот этот вот болтик под звездочку. Вот. Зажимать надо так, чтобы наш ремень в самой длинной стороне смог повернуться только лишь на 90 градусов. Вот у нас самая длинная сторона. И вот тут вот, натянуть так, чтобы тут повернули на 90 градусов. Вот. Ну, конечно, все это условно. Ну, скажем так, пережимать ремень не надо, потому как будет гораздо сильнее изнашиваться натяжной ролик. Вот тут, чтобы не болталось, чтобы тут как бы было натянуто. Вот. Это не дизель. Тут нагрузка на ремень не такая сильная, как на дизелях. Затем вращаем за коленвал два полных оборота коленвала и смотрим, чтобы все наши метки вернулись через два полных оборота на свое место. И опять проверяем метки. Если все, метки все совпали, то зажимаем этот вот болтик, усилим 25 ньютонов на метр. Если не совпали, значит что-то сделали неправильно. Два оборота я сделал, все метки мне совпали. И даже вот сейчас покажу меткой коленвала. Видно вот эти вот пол нолика. Половинка нолика, она как раз видна на этом окошке. Ставим на место защиту, которая закрывает нижнюю часть ГРМ. И ставим на место два шкива на коленвалу, которые у нас приводят в движение генератор и гидроусилитель. И вот еще одна контрольная точка. Вот если мы поставим все метки, как надо, в верхней мерзотечке, то мы видим, что вот на шкиве, который у нас приводит в действие генератор, тоже есть маленькая меточка. И она для нас совпадает со стрелочкой на нижней крышке. Вот, это еще такая одна контрольная точка. Ставим на место крышку распределителя зажигания. Защелкаем. И ставим на место свечу в первый цилиндр и провод на свечу первого цилиндра. Затем надеваем ремень на генератор. Хотя забыл сказать, на ремнях, как на ГРМ, так и на генераторе, гидроусилителе есть надписи. Так вот эти вот надписи должны быть обращены лицом, скажем так, к мастеру. Вот это считается правильным положением. Вот, как вот на ГРМ видим, вот надпись мы видим, Power Grip, вот, так же мы видим надпись на ремне Гейтс, ремне на генератор. Вот, как натягивать? Ну, натягивать, в принципе, так же, как и ГРМ. То есть, чтобы мог ремень повернуться на половинку, на 90 градусов. Но учите, какой момент. Во-первых, если вы слабо натянете, то при большой нагрузке ремень будет проскальзывать. И вы, в принципе, очень легко в любой момент можете его дотянуть, потому что доступ здесь замечательный. А второй момент, если вы ремень перетянете, то, соответственно, нагрузка на подшипники генератора, передние и на задние подшипники, ложится вдвойне больше. Вот, поэтому лучше, конечно, не перетягивать. Затем надеваем ремень на гидроусилитель. Закрываем верхнюю крышку ГРМа. И, в принципе, лучше, конечно, еще раз прокрутить шкив коленвала, дабы убедиться, что у нас все ремни стоят как надо. И ничего вращаться двигателю не мешает. Ставим на место вентилятор охлаждения. Не забываем надеть разъем на двигатель вентилятора. Все, и можно заводить. Вот двигатель завелся. Все нормально работает. Вот, есть еще один нюанс, как правильно проверить натяжение ремня ГРМ. Смотрим самый длинный участок нашего ремня ГРМ между шкивом коленвала и расцветвала. И при наборе и сбросе газа ремень не должен сильно вибрировать. Должен быть натянут. Если вибрирует, значит, нужно его потянуть. Вот и все. Всем спасибо. И удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова